Это сертификаты на 100 тысяч суммов в Нокатском районе 275 семей. Заключили социальные контракты. В их числе есть и Миркан Марип Кызы, жительница Туэльевского Аильного Аймака. Она планирует направить эти средства в сферу животноводства. На 100 тысяч суммов мы с супругом хотим купить овец, но сейчас они дорогие. Мы уже расширили территорию сарая, подготовили корм. Эти денежные средства для нас будут хорошим в финансовом подспоре. Многие из участников этой программы желают вложить денежные средства в развитие животноводства. Тем временем в Управлении труда социального обеспечения миграции Нокатского района напоминает, что были внесены изменения в соглашение о предоставлении денежных средств для животноводства. В животноводстве мало рисков, минимальная вероятность того, что прогорешь. К примеру, два года назад я купила крупный рогатый скот, увеличила их численность и снова продала. На полученную прибыль я сделала ремонт дома, и сейчас у меня есть шесть коров. За последние два года значительно увеличилось число граждан, которые хотели бы заниматься животноводством. На втором месте граждане, которые хотят открыть швейный цеха. Немало тех, кто занимается торговлей. В этом году мы уже перестали выдавать денежные средства на закупку крупного рогатого скота. Программа «Социальный контракт» позволяет также создавать новые рабочие места. К примеру, Монускан Таникулова, открыв свое дело, обеспечила работой двух человек. Я давно увлекаюсь шитьем. На 100 тысяч сумм я открыла небольшой швейный цех, благодаря чему у меня трудоустроены два человека. Маленький бизнес позволяет мне оплачивать учебу моих детей в высшем учебном заведении. Социальный контракт позволяет улучшить финансовое положение граждан и сократить число людей, живущих за чертой бедности. К примеру, за последние два года на 2000 человек сократилось число граждан, получавших пособие «Юблёгумёк». Если в 2022 году 50 семей заключили социальный контракт, то в 2023 их число возросло до 600. Таким образом, 650 человек были обеспечены работой. Они же дополнительно создали 38 новых рабочих мест. Те, кто получил сертификаты, могут получить и бесплатную консультацию по дальнейшему развитию своего дела. Управление труда, социального обеспечения и миграции Нокатского района в дальнейшие три года будет вести мониторинг.